Так, всем привет, дамы и господа, добрейший денечек, с вами CryptoFT. Сегодня мы разберем рынок криптовалют, также киты прогнозируют курс биткоина по 15 тысяч долларов уже скоро. Ну и сейчас поговорим также о альткоинах. Что касается рынка криптовалют, он сейчас не рыба, а не мясо, топчется он на месте. И нужно отметить, что после роста альткоинов такая коррекция, в принципе, а вернее такое небольшое снижение, это нормально. То есть я считаю, что мы еще находимся до сих пор в зеленой зоне по всем фронтам, ну практически по всем фронтам, это очень-очень даже хорошо. Если мы будем смотреть на биткоин, что у нас здесь, биткоин опять-таки торгуется в зеленой зоне свыше линии поддержки 8900. Да, я считаю, что опять-таки это дутая линия поддержки, но тем не менее биткоин еще демонстрирует силу. Если честно сказать, то такое ощущение, что рынок по-прежнему остается слабым, рынок какой-то такой, как будто он пузырь, как будто он дутый. И такое ощущение, что действительно никто сейчас и не продает и не покупает толком. Потому что если мы посмотрим на объемы, на CoinMarketCap, их сейчас 51 миллиард, ну почти 52 миллиарда. Также нужно отметить, что растет биткоин-доминанс, и как только растет биткоин, за ним подтягиваются альткоины. Ранее, когда мы видели рост биткоина, альткоины вообще никак не реагировали и даже снижались, особенно к биткоину. Кстати, друзья, сейчас в мире существует несколько криптовых кошельков для действительно надежного хранения. Все они сделаны в виде флешки, но мир не стоит на месте, и ребята из России представили общественности очень крутой криптовалютный кошелек в виде часов. Действительно очень стильный дизайн, а главное, что в этих часах можно хранить криптовалюту и не опасаться потерять их. Сейчас проходит первый раунд ICO. Уникальный гибридный токен позволит вам купить за них часы или держать как акции и получать прибыль с продаж. Успей сделать предзаказ крипточасов по самой низкой цене. Ссылка в описании. Кстати, что касается новостей, биткоин фьючерсы CME снова бьют рекорды на фоне повышенного интереса институционалов. И ранее, когда они били рекорды, то мы видели рост биткоина. Сейчас же биткоин фьючерсы CME демонстрируют признаки роста институционального интереса. Объем открытых позиций на биткоины выросли на рекордные 643 контракта за один день. Благодаря чему 17 июня был установлен новый исторический максимум в 5 311 активных контрактов. Пишет об этом биржа. Это эквивалентно 26 555 биткоинам или приблизительно 250 миллионам долларов. Кстати, что касается Facebook, банковский комитет Сената США в июле проведет слушание, посвященное криптовалюте Facebook. И мы готовы отвечать на все вопросы законотворцев по мере развития процесса, заявил представитель Facebook. Ну и также Libra и ФРС. Здесь, собственно, председатель управляющего Совета Федеральной резервной системы Джарап Уайлд. В среду сообщил, что представители социальной сети общались с Центральным банком на тему Libra. И я думаю, что Facebook связывался с большим числом регуляторов в мире, надзорными органами и многими людьми, чтобы обсудить свои планы. И в это число входим мы. Но, собственно, если все это обсуждается на государственном уровне, то, естественно, это все централизовано. Facebook Coin, Global Coin, Libra и все это централизация. Это не то, ради чего создавался биткоин и, как следствие, рынок криптовалют. Поэтому я считаю, что мы здесь будем видеть, возможно, положительную динамику на рост биткоина. Но, по сути и по факту, единственная криптовалюта, в которую нужно верить, это, конечно же, биткоин, нежели Facebook Coin, Global Coin, Libra и так далее. Кстати, биткоин Кит Тейлер Уинклос прогнозирует подъем цены криптовалюты выше 15 тысяч долларов. Вы будете уверены, если биткоин пробьет 10 тысяч долларов, то уровень 15 тысяч долларов тоже будет пройден. Написал он в своем твиттере. Кстати, ранее об этом заявлял Том Ли. Он заявил, что если биткоин пробивает 10 тысяч долларов, то мы идем на 20 тысяч долларов. Да и вообще биткоин способен дать 200, 300, 400 процентов от 10 тысяч долларов. А это на минутку до 40 тысяч долларов. Но сейчас новостной фон, в принципе, этим очень хорошо пичкает. И рядовому пользователю навязывает ту идею, что если мы пробиваем 10 тысяч долларов, то все, тузему, покупайте срочно. И, конечно, никакие биткоины продавать не нужно. Все тузему на 20, 15 и 40 тысяч долларов. Это очень отмечается. Поэтому я считаю, что человек, который не разберется, он действительно зайдет и купит по сигналу 10 тысяч долларов. Что касается Cloudflare. Он запустил эфирем шлюз для взаимодействия с блокчейном. Без дополнительного ПО и связки с шлюзом IPS. Это решение позволяет осуществлять хостинг веб-сайтов и ресурсов децентрализованным образом. Ну, собственно, все это идет на пользу эфириума. Кстати, здесь также говорится, что биткоин имеет потенциал вернуться на 2392% к 2022 году. А это на минутку 78 тысяч 500 долларов за одну монету. Ну, собственно, это все было сделано на фоне того, насколько биткоин ранее давал проценты. Насколько он рос в 2014 году, в 2011, в 2013. И, в принципе, здесь все это было основано на, значит, вот этих процентах, которые были здесь в 2011, 2014 и 2017 годах. И именно вот цикл биткоина, в принципе, он был сигнализирован, он был составлен. И мы видим, что люди пришли к выводу, что вполне возможно, что биткоин в 2022 году, значит, будет иметь стоимость 78 тысяч долларов. И это не шутки. Ну, что касается рынка криптовалют, нужно отметить, что рынок сейчас, по сути, ни рыба, ни мясо. Все это очень интересно торговать. Все, что нужно сейчас сделать, это пока что наблюдать и не быть вне рынка. Обязательно инвестировать в те монеты, которые очень хорошо и по-бычи выглядят. И, соответственно, анализировать это все, если что, ссылка на веб-группу в описании. И всем удачи, всем пока и до новых встреч.